Набережную в Кандалакше назвали городом Белого моря. Она расположилась на самом берегу Кандалакшского залива. Локацию сделали очень притягательной и удобной. Здесь действительно есть все для лучшего отдыха и приятного проведения времени. Общая площадь набережной более 7 гектаров. Стройка, начатая летом 2021 года, получилась масштабной. Удобные дорожки, освещение, даже забор, отделяющий зону отдыха от необорудованного берега, как произведение искусства. Торжественное открытие набережной состоялось в День народного единства. И хоть в будний зимний полдень гуляющих не встретить, зато рабочие вовсю трудятся над строительством амфитеатра. Уже к весне перед сценой появятся удобные сидения, которые позволят зрителям смотреть концерты с комфортом. Совсем недавно на набережную установили вот такие вот удобные подвесные диваны или скамеечки. Можно присесть, покачаться и насладиться прекрасным видом на залив. А посмотрите, вправду есть на что вид открывается необыкновенный. Еще до завершения строительства это место полюбилось жителям Кандалакши. В июле, когда полным ходом шли работы по благоустройству, но уже появились удобные столы и лавочки, горожане приходили сюда целыми семьями. В теплые дни это лучшее место для отдыха. Воздух хороший, морем пахнет, как на юге. Мы первый раз пришли посмотреть, как тут строится. Многие хвалят, многие ходят, гуляют. Молодые люди поделились желанием увидеть здесь баскетбольную площадку. Баскетбольную площадку тут хорошо бы смотрелось. Особенно вот на морском виде вообще. То самое. Играешь и кайфуешь. Трудно представить, что еще два года назад на этом месте был засыпанный мусором пустырь. Сейчас здесь есть и детская площадка в морском стиле, и скейт-парк для юных любителей скорости и драйва. Есть и спортивная зона, где могут заниматься дети и взрослые. А поблизости еще одна интересная локация. На набережной в Кандалакше есть даже орнитологическая вышка. К слову, она носит имя легендарного орнитолога Кандалакшского заповедника Виталия Витальевича Бианки. Ступени удобные, даже в зимний день подняться на вышку легко. Конечно, лучше всего с собой иметь бинокль. Вид сверху и на набережную, и на море прекрасный. Можно разглядеть даже портовые экраны вдалеке. Вид с орнитологической вышки открывается на десятки километров вокруг. Отсюда можно понаблюдать за жизнью морских птиц. А еще довольно часто к этому берегу приплывают ластоногие. Можно увидеть морского зайца лахтака или кольчатую нерпу. На этой набережной идея близости к природе удачно соединилась с городским комфортом. Уже будущим летом место отдыха планируют отгородить от железной дороги. А еще здесь появится множество растений. И Нина Морозовой, Максим Чинкин, ТВ21+.